Особенные экскурсии приготовили сотрудники музея Новосибирска. На прогулку по Красному проспекту пригласили людей с нарушениями зрения и слуха. К рассказам о памятниках и примечательных местах добавили запахи и тактильные ощущения. Сотрудники музея доказали, что на историю города можно не только посмотреть, с ней можно познакомиться на ощупь. К прогулке присоединилась Анна Гурьянова. Этот аромат приятный, мы неприятные запахи с собой не брали. Да, здесь сено, так как здесь были, основное транспортное средство располагалось столетней давности на шатке. Запах – часть этой необычной экскурсии от музея города. На прогулку по центру впервые пригласили людей с ограниченными возможностями. Некоторые из них не видят, некоторые не слышат. Но они, так же, как и все, хотят узнать историю родного Новосибирска. Сеном пахла площадь Ленина, в ту пору новая базарная. А будущий краеведческий музей, тогда еще торговый корпус, выглядел немного по-другому. Это окно неспроста. Оно не всегда сложило окно для этого здания. Когда-то это был такой вот сквозной проезд для гужевого транспорта. Стены можно потрогать руками, чтобы понять размеры здания. На ощупь исследовать элементы декора. Представление о красоте архитектуры даст специальная рельефная карта со шрифтом Брайля. А трость – незаменимый предмет для исследования глубины фонтана в Пиромайском сквере. Нормально, тростью можно дотянуться до воды. Часовня на Красном проспекте, купеческие дома, знаменитые советские магазины, пахнущие духами «Красная Москва». Кинотеатр имени Маяковского и по сей день один из самых больших за Уралом. Такое геометрически правильное здание. Решеточка. Идею организовать экскурсию для особенных людей в музее Новосибирска вынашивали несколько лет. Подбирали запахи, звуки и маршрут. Интересных историй и памятников в нашем городе много. Но не все места подходят для такой прогулки. Красный проспект, на мой взгляд, на сегодня одна из таких самых удобных улиц для прогулок. Она прямая, в общем-то, особых барьеров на нем не встречается. Хотя, конечно, не везде можно легко передвигаться. Плюс очень много людей, которые прогуливают по Красному проспекту. Алексей хоть и видит, но на этой экскурсии практически не смотрит по сторонам. Все внимание своему сурдопереводчику. Я часто езжу по Красному проспекту. Я знаю эти дома. От переводчика я получаю информацию. А посмотреть я еще успею. Экскурсия, которая началась с аромата сена, завершается легким запахом уксуса. Именно так пахли новые дамские платья, которыми торговал купец Маштаков. Этот дом сейчас памятник архитектуры. Какие еще исторические объекты включат в следующий маршрут, пока неизвестно. Но такие экскурсии музей города будет проводить вновь. Анна Гурьянова, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.